Владислав Куресов Научите меня понимать красоту Отучите меня от тоски и от лени Проявите ко мне в сотый раз доброту Я ваш раб, но не ставьте меня на колени Я люблю вас, люблю, как отца и как мать Твердо верую в тайну великую вашу Только вы и способны простить и понять Всех нас грешных земных бесконечно устать Каюсь вам, мой отец, не кляните меня Я и так уж виною своею распластан Я тону без воды и горю без огня Мне не нужен ваш меч Мне нужна ваша ласка Научите меня понимать красоту Отучите меня от тоски и от лени Проявите ко мне в сотый раз доброту И позвольте мне встать в сотый раз на колени Проявите ко мне в сотый раз доброту И позвольте мне встать в сотый раз на колени И позвольте мне встать в сотый раз на колени АПЛОДИСМЕНТЫ Владислав Курасов на сцене Шоу Икспастор Влада, я не знаю, звідки в тобі, юному хлопцеві, стільки правдивого відчуття дорослої відчуженості, стільки розуміння, стільки відчаю, я тобі повірила І знаєш, я хотіла б зараз об'єднати тебе і сказати, все буде добре Серега, яке враження на тебе справа цей хлопець? Да, уважаемые телезрители, давайте же проявим в сотый раз доброту по отношению к Владиславу Курасову Такому замечательному, простому Басому и простоволосому Це було замечательне исполнення І кроме того, Влад, я хочу сейчас обратиться к твоим учителям Дело в том, що ти із X-фактора пропустила вже целую четверть Уважаемые учителя Влада Курасова, якщо ви мене зараз слышите, поставте парню отлично, хоча б по пению Дякую Ёлочка, що ти скажеш? Оксана, я очень внимательно слушала этот романс, потому що романс – це действительно дуже складний жанр І вот в чому я убедилась У Влада, помимо його очевидних талантов, є ще один, дуже важний Талант доносити слово А ведь в романсі це действительно дуже і дуже важливо Особенно в такому Влад, ти це умеєш Я не знаю, откуда у тебе це в твої 16, але ти действительно це умеєш Поэтому... І, кстати, от лени тебе отучивати не треба, тому що... Вот какой-какой, по-моєму, тільки не ленивий Поэтому аплодисмент тебе Дякую Сергею вам слово Ну, я, наконец, увидел Влада другим Я все ждал, когда произойдет с ним какая-то перемена Ну, сколько же можно петь женские возрастные песни? Ну, це ж невероятно Хотя, здесь тоже возрастная песня, правда, мужская И, наверное, для Влада это шаг вперед, к самоопределению, что называется Это приятно тоже Хотя романс очень тяжелый Такой он мрачный Музыкально не очень интересный И, сказать честно, я его не люблю Поэтому я понимаю, как тебе было трудно это исполнять Ты очень старался Конечно, не все ты, к сожалению, донес Ты и не мог всего донести Потому что роман сложный, очень содержательно Там надо знать историю тоже этого романса Ильма, ну, ты старался Были там неточности в музыкальных интонациях, безусловно Ты это все знаешь Плохие низы тоже не очень Речитативы тоже вот Ну, этому еще учиться и учиться Но то, что ты взял новую планку сегодня И, наконец-то, сдвинулся с мертвой точки За это тебе хвала Дякую Наставнику Тобе слово В основном все было сказано правильно моими коллегами Единственное, что я хочу сказать соседам, что романсу вы также не подобаетесь, до речи Даже я правильно все сказал, да? Да Все правильно сказали, кроме одного Влад никогда не научится доносить Потому что он недоносчик Очень талантливый певец, хороший человек, как и все белоруси У тебя все вышло, мне кажется Я считаю, что речитативно все было нормально тоже Для тех, кто не знает А где было ненормально, скажи, в каком месте? В правом отъемке Не, мне было везде нормально На самом деле, даже те, кто не знают этого романса А романс звучал в фильме «Мусорщик» 2001 года Где играет великолепная Олеся Судзиловская Извини, Оксана Так вот, даже те, кто не слышал этот романс Сейчас в конце тебе устроили овацию Это означает, что они поняли, о чем романс Это самое главное Романс должен взять за душу, слушая из чего И не отпускать до конца Что ты и сделал Ты талантливый хлопчик, я тебя витаю Все было хорошо Ты очень милый мальчик Ты талантливый хлопчик Дякую Я хотел бы ветром быть и над землей лететь К солнцу в снегах Я хотел бы в небе спать и сны о нем смотреть Сны в облаках Но ты сказала мне Это мечты И ничего в них нет Вот и все, что сказала мне ты А я хочу Как ветер петь И над землей лететь Но так высока И так близка Дорога в облака Может быть, ты будешь ждать А может быть, ты нет Дело твое Если вдруг позвать меня Захочешь в тишине Крикни в окно Эй, где ты, ветер мой? Эй, где ж ты? И я вернусь домой Даже с самой большой высоты А я хочу Как ветер петь И над землей лететь Но так высока Как песка Дорога в облака Но ты сказала мне Это мечты И ничего в них нет И все, что сказала мне ты А я хочу Как ветер петь И над землей лететь Но так высока И так близка Дорога в облака Дорога в облака Дорога в облака Дорога в облака Владислав Кураков на сцене шоу «Экспактор». Влада, Игорь Кондратюк не обманював, коли казалось, что вам еще есть чем удивить. Мне казалось, что от твоей песни, от наткненного такого выполнения, даже на какой-то час светлеше в зале стало. Посмотрите, что Ласк Сереги по хмурьей зашла. Правда, Серега? Абсолютно верно, Оксана. Влад, когда мы говорим «Курасов», мы подразумеваем «браво». Когда мы говорим «браво», мы подразумеваем «Курасов». Дело в том, что это феноменальный случай, дамы и господа. Да, ведь за Влада голосуют все этнические белорусы в Украине, включая бережливого Дмитрия Танковича. Ты на верном пути, все хорошо. Еще несколько лет, и ты сможешь продюсировать Игоря Кондратюка. Дякую. Ёлочка, что ты скажешь? Ребята, ребята, а ведь «Курасов» только что танцевал, и это у него получилось весьма неплохо. Игорь, зачем надо было это скрывать от нас? Восемь эфиров мы это ждали. Мы вас накручивали, мы вас накручивали. На самом деле, это получился рок-н-ролл по-курасовски. Мы очень романтичный, красивый, лиричный рок-н-ролл. Удивляй нас и дальше, пожалуйста. Дякую. Да, мне очень понравился номер, и я впервые увидел Владика таким, каким бы я его хотел видеть всегда или во всяком случае часто. Я хотел его видеть мальчишкой, не изображающего чужие какие-то чувства, фальшивые, да, возрастные, да еще женские, а вот быть самим собой, мальчиком, таким вот простым, легким, как я иногда это называл, быть маленьким бесстыдником. И вот сегодня ты приблизился к этому. Очень хорошая работа, жанровая, интересная, и голос у тебя по-другому зазвучал. И несмотря на то, что были, конечно, вокальные недочеты, потому что движение, понятно, танец, это, конечно, мешало где-то пению. Да что ж вы везде недочеты видите, а? Было цельно, звучно, образно ты был в образе, и тебе можно было поверить. Это замечательно. Я считаю, что если бы тебя развивали вот в этом направлении раньше, да, где-нибудь, может быть, с четвертого, с пятого тура, то сейчас бы ты уже сделал бы больше успехи в этом жанре рок-н-ролла, жанровой песни, игровой песни. Хорошо. Дякую. Игорю. А, Серега? Влад, у тебя не создается впечатление, что с тех пор, как у соседова выбыли все участники, он разговаривает сам с собой? Нет, на самом деле... А вы слушаете меня и комментируете... На самом деле Сергей Соседов в предыдущей жизни был бухгалтером. Он недочетики, зачетики, перечетики. Да. А можно, пожалуйста... В прошлой жизни я был актрисцей. Два слова. Друзья. Друзья, давайте на секундочку представим себе, что это осиновый кол. Я знаю просто, что вы за тиждень так один за одним сумуете, что вам просто нема где поговорить больше. Игорь, прошу. Нереально, актриса. Чего это? Дивитя, что касается вокального исполнения, мне не понравилось только последние облака. Там можно было чуть-чуть еще дотянуть. И стыд туда же! В облака. Ты принимаешь уже в аюктерминологию? Секундочку, спокойно. А все остальное было превосходно. Шановные глядочи, все, кто проголосует за Влада Курасова, при наступном купивле авиактив знижка 3,60. Курасова. Ха-ха.